Здравствуйте! Сегодня я хотела бы с вами обсудить вопрос проведения УЗИ во время беременности. Насколько это необходимо, насколько это все обосновано. У меня у самой трое детей. УЗИ я ни разу не делала во время беременности, причем писала отказы. Меня пытались уговорить, но у меня уже была определена позиция по этому вопросу. И один раз даже мне врач сказал, а ты что, царица, чтобы УЗИ тебе не делать? Ну да, царица Японии, которая до последнего не знала, кто родился, мальчик или девочка. А тут такая вот позиция. Значит, царице не надо УЗИ делать, а простому человеку можно сделать. Я говорю, да, я не царица, но я не плебей, я не рабыня, я сама для себя решаю. Естественно, я думаю о здоровье своих детей в этот период. Как некоторые считают, что УЗИ нужно сделать в первый период беременности, для того, чтобы выявить какие-то патологии, чтобы сделать, возможно, аборт. Ну, чтобы не родился ребенок, там какой-нибудь коллегой больной или еще что-то. Но никто конкретное извращение может точно сказать, какую можно патологию такую выявить на первых ранних сроках беременности. Когда только организм зарождается, ничего реально увидеть там еще невозможно. Поэтому при развитии именно плода идет его формирование, и со временем только можно увидеть какие-то недостатки, какие-то проблемы. Вначале можно навредить только лишь как раз этому самому УЗИ. Наши ученые, российские ученые, также американские ученые проводили исследования. Эти исследования были раскрыты как на российском центральном телевидении, так и в интернете можно это все найти и посмотреть. То есть наши ученые определили так, что УЗИ влияет непосредственно на генофонд ребенка. То есть мы убиваем гены своих детей. Мы делаем таким образом своих детей биороботами. Но американские ученые также провели еще эксперимент и на цыплятах. На ранних сроках зачатие плода в яйце проведено было УЗИ. И на поздних сроках также яйцо облучалось УЗИ. Те яйца, которые облучались на ранних сроках, там вылуплялись, как правило, цыплята с какими-то дефектами. Отсутствие лапок, искривление крылышек, еще что-то. На поздних сроках дефектов бывало, но гораздо меньше. То есть о чем это говорит? Никакой безопасности УЗИ не существует во время беременности. УЗИ, возможно, действительно необходимо в каких-то случаях, когда, допустим, у человека какая-то болезнь развивается. Те же там почки, печень, что-то там отказывает. Нужно провести четкую диагностику. Но это конкретного органа человека, но не всего организма при зачатии. Поэтому я, изучив весь этот материал и не только этот, приходила к четкому пониманию, что УЗИ лучше вообще не делать. Даже на последних сроках беременности. Вы мать, вы когда зачали, вы прекрасно чувствуете, как свой организм. Вы должны чувствовать, если вы женщина, вы должны чувствовать, как вы вынашиваете своего ребенка. Вы должны быть уверены, что он развивается правильно. Вы должны знать генофонд своей семьи, своего мужа. Может ли быть какая-то опасность при беременности. Ну и главное, спокойствие, конечно. Когда на ранних сроках делает УЗИ, говорят, что там плацента где-то низко там расположена, что могут быть проблемы. И женщина ходит до последних сроков беременности, переживает на эту тему. Потом, когда она делает последние УЗИ, ей говорят, что у нее все в порядке, успокойтесь. Извините, это что? Это плюс для вашего ребенка. Вы, таким образом, нарушая свою нервную систему, нарушаете нервную систему у ребенка. То есть задуматься следует, нужно ли вообще это УЗИ. Неужели, когда ребенок развивается и начинает шевелиться, особенно уже когда последний триместр идет, вы не чувствуете ножки, ручки, головку ребенка. Это все прекрасно чувствуется и прослеживается. Видно, даже когда пяточкой ребенок куда-то ударяет, там, ручками как шевелит. То есть мать сама может понять, где и как ребенок расположен. Чувствуется, где головка у ребенка находится. Поэтому желательно после 20-й недели беременности, чтобы не заниматься ерундой, не бегать по УЗИ, узнавать, что там и как ребенок расположен, начать делать гимнастику. Есть специальная гимнастика, очень хорошая в интернете. Как для расположения плода ребенка. Делая ее буквально по 15 минут каждое утро, у вас ребенок будет находиться в правильном положении. Занимайтесь, питайтесь здоровой пищей, у вас все будет в порядке. Милые мои женщины, не позволяйте убивать своих детей еще в утробе. Информации очень много по этому поводу, я не буду научно дальше вас чем-то загружать, но призывать я буду, потому что на своем личном опыте, на опыте своих знакомых, я вижу, что все-таки лучше, когда УЗИ не делается во время беременности. Субтитры сделал DimaTorzok